Белорусский металлургический завод Завод продолжает работу без наращивания складских запасов, что позволяет сохранить коллектив и позиции на мировых рынках. Также с экономическими трудностями столкнулось акционерное общество Гомсельмаш. Правда, с эпидемиологической ситуацией они не связаны. В свое время предприятие получало значительные кредиты, в том числе в иностранной валюте. Теперь их необходимо возвращать, а это большие средства. Такая ситуация не самым лучшим образом сказывается на развитии акционерного общества. Среди разработанных и наиболее вероятных вариантов – реструктуризация долгов. Тем более, что сейчас Гомсельмаш не только полностью покрывает текущие расходы, но и работает с прибылью. Важным вопросом во время визита вице-премьера стала разработка единой государственной промышленной политики. Также Юрий Назаров отметил необходимость сделать более прозрачными и прогнозируемыми отношениями между производителями и потребителями их продукции. В Гомеле прошло заседание совместной рабочей группы по развитию сотрудничества Беларуси и Кировской области Российской Федерации. Встреча состоялась с участием председателя Гоменского облсполкома Геннадия Соловья и губернатора Кировской области Игоря Васильева. Беседа прошла в формате видеоконференции. Ее участники обсудили результаты сотрудничества за 2019 и начало 2020 года. Так, за прошлый год товарооборот между нашей страной и Кировской областью увеличился на 4% и составил около 75 миллионов долларов. В этом году на этот показатель повлияла эпидемиологическая ситуация. По итогам беседы председатель Гоменского облсполкома Геннадий Соловей предложил расширить экономическое и инвестиционное сотрудничество двух сторон за счет проработки новых направлений. Губернатор Кировской области, в свою очередь, подчеркнул значимость взаимоотношений в сфере образования между вузами и поблагодарил белорусов за сохранение исторической памяти и работу по восстановлению памятных мест Великой Отечественной войны. Пятерым студентов вуза в Гоменской области, достигшим высоких показателей в интеллектуальной и общественной деятельности, вручили ежегодные премии облсполкома. Среди лауреатов премии дипломанты международных и республиканских конференций, конкурсов, активные участники научно-исследовательской и общественной деятельности. Многие из них имеют десятки научных публикаций, это лучшая из лучших, гордость области, подчеркнул на церемонии начальник главного управления образования облсполкома Руслан Смирнов. Он выразил уверенность, что сегодняшние лауреаты будут активно развиваться и дальше, достигать новых высот в своих направлениях. Премию Гоменского облсполкома вручают с 2005 года, и обладателями становятся самые достойные из многотысячного студенчества региона. Гоменский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проводит платное тестирование на инфекцию COVID-19. Услуга доступна тем, кто выезжает из Беларуси в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия инфекции. Для сдачи анализа необходимо иметь при себе паспорт, а также копию билета или другого документа, который подтверждает выезд. Результат анализа клиент получает СМС-сообщением. Более подробную информацию о прохождении тестирования на коронавирус вы можете получить на сайте Гоменского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Гоменский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды начал мониторинг водоемов. Главная цель – предупреждение гибели рыбы из-за недостатка кислорода. Замор рыбы – явление сезонное. Зимой ее причиной может стать толстый лед, летом – массовое гниение водорослей. В обоих случаях происходит снижение уровня кислорода в водоемах до критической отметки. К мониторингу ситуации на водоемах в Гоменской области привлекли областную и межрайонные лаборатории Республиканского центра аналитического контроля в сфере охраны окружающей среды. Результаты сделанных проб становятся известными в этот же день. О выявленных фактах гибели рыбы можно сообщить на горячую линию областного комитета природных ресурсов по номеру телефона в Гомеле 23 24 89.